На основании протокола заседания правительственной комиссии по транспорту и связи 23 августа 2011 года номер 3 было дано поручение Министерству по чрезвычайным ситуациям, как Федеральному органу исполнительной власти, курирующему маломерное судоходство, подготовить проект Федерального закона о судоходстве маломерных судов. Как вы все знаете, ваша ассоциация принимала в разработке основ этого проекта Федерального закона. Такой закон был в рамках вашей ассоциации разработан к концу 2012 года и получил он название «О безопасности судоходства маломерных судов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Значит, если вы внимательно отслеживаете процедуры введения этого закона, законопроекта, то вы знаете, что в прошлом году со средины января до средины февраля он вывешивался на официальном сайте МЧС России в соответствии с 851-м постановлением правительства по порядку разработки нормативно-правых актов для общественного обсуждения. Ну, я вам скажу, что общественное обсуждение прошло очень активно. В ходе общественного обсуждения поступило 131 обращение. В этих обращениях содержалось более 300 предложений. Вот, значит, ну, в том числе, вот, от администрации субъектов Российской Федерации 84 обращения поступило, и от Федеральных органов исполнительной власти, и от общественных организаций, граждан там, значит, Российской Федерации частных лиц, значит, так же само около 50 обращений. Ну, наверное, вас будет интересовать основная направленность поступивших предложений, значит. Она касалась совершенствования понятийного аппарата, нормативно-правового обеспечения порядка расследования аварий и инцидентов с маломерными судами, который в этом проекте был прописан очень скупо. Вот. Далее. Правовое положение уполномоченных классификационных обществ в системе обеспечения безопасности и соходства маломерных судов Российской Федерации. Это, кстати говоря, очень острый вопрос, который, кстати говоря, и вчера обсуждался у нас, вот, значит, на нашем круглом столе, вот, шоу. Вот. Правовое регулирование пользования маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации. Этого вообще нигде не было прописано, а таких судов очень много. Далее. Это связанное с системой регистрации, которая предлагалась, вот, значит, в рамках НИРа. Значит, после этого законопроект дорабатывался в системе МЧС. Вот я лично непосредственно, значит, руководил этой доработкой. И в настоящее время мы, значит, практически подошли к новому тексту этого законопроекта. Вплоть до того, что, значит, изменены, значит, порядок, значит, постатейного изложения материала, разделов и так далее. С учетом, значит, пожеланий трудящихся, как говорили раньше. Значит, значит, кроме этого, значит, по указанию правового управления Министерства по чрезвычайной ситуации, мы сразу же подготовили в соответствии с регламентом правительства, значит, пакет документов для внесения законопроекта, значит, в правительство, которое мы планируем сделать к концу вот этого года. Значит, пакет документов в себя включает, значит, оценку регулирующего воздействия вот предлагаемого уже доработанного законопроекта. Второе, это, значит, перечень законодательных актов Российской Федерации, подлежащих изменению в связи, или отмени там, значит, в связи с принятием этого законопроекта, перечень подзаконных и других ведомственных нормативно-правовых актов, других федеральных органов исполнительной власти, подлежащих изменению в связи с принятием этого законопроекта, финансово-экономическое обоснование, ну и ряд других, значит, более мелких документов. Значит, в соответствии с принятым порядком разработки законодательных актов, в силу того, что законопроект, точнее, вывешиваемый ранее для общественного обсуждения, претерпел значительное, существенное изменение, мы обязаны будем повторно вывесить из уже доработанных законопроект для общественного обсуждения, теперь уже, значит, на сайте regulation, Минэкономразвития, специальном сайте, на котором проводится это общественное обсуждение. И мы бы были очень благодарны, значит, опять-таки, Ассоциации Сторм, если она примет активное участие в, значит, в дальнейшем совершенствовании разработанных статей и положений этого документа. Кроме этого, мы, конечно, будем привлекать и другие организации, через, например, средства массовой информации, там журнал «Катера и яхты» вчера подключился, значит, бизнес-сообщество, там, значит, различные организации федерального уровня. Вот, значит, ну, если интересно, значит, что я могу сказать, что основные, значит, новации, которые будут применены в этом законопроекте. Ну, мы пытаемся найти общее взаимопонимание с Министерством транспорта, а точнее, с разработчиками, значит, федерального закона 36-го в плане, значит, нормального толкования основных понятий, которые вводит этот федеральный закон. Поэтому, начиная с понятия маломерного судна, значит, уточнено, значит, вот в заключительных положениях, там, где они сейчас значительно расширились, поскольку вносят значительные изменения, значит, существующие законодательные акты. У нас, например, толкование, вот передо мной этот проект лежит, значит, у нас предлагается толкование, например, значит, маломерного судна такого рода, что маломерное судно – это судно, на котором расстояние между крайними точками носовой и кормовой оконечности корпуса в горизонтальной плоскости не превышает 20 метров, и дедвейт судна не превышает двух тонн. Вот, если вы, значит, внимательно вслушались в то, что я сказал, значит, оставляя, в принципе, сохраняя, значит, существующую правовую парадигму, что просил, значит, выполнить департамент государственной политики в области морского и речного транспорта, мы исключаем разноречивое толкование в этом определении. Ну, например, значит, мы говорим конкретно, о какой длине идет речь, применяя вот это, значит, ограничение 20 метров. Хотя, кстати говоря, наши, значит, иностранные коллеги все-таки считают, что 80 футов, вот, 24 метра, это было бы более верно, и у них такое тоже принято, вот мы вчера об этом говорили. Ну, как говорится, умерла так умерла, у нас в Российской Федерации своим путем 20 метров, 20 метров. Но, во всяком случае, понятно, что здесь имеется в виду. Здесь выбрасывается бушприт, там, здесь всякие, значит, то есть, потому что даже среди регистров морского и, значит, речного тоже нет здесь единого понятия. Следующий вопрос. Мы убрали, если количество людей на судне там не превышает 12. Ну, это вообще, значит, полнейшая ахинея. Это, знаете, как, значит, сейчас вот 12 мужиков сели, поехали на остров, выпили, взяли девочек, уже, значит, на судне стало больше 12, оно перестало быть маломерным. То есть, мы, значит, вводим Д-дверь, потому что даже, значит, количество людей на судне, оно не совсем определяет, значит, возможности этого судна в плане его, значит, вместимости, размерений. Если, например, для грузового судна понятно, что ванровая вместимость, это такой достаточно весомый компонент, значит, исходя из, значит, определяет параметры, даже вплоть до получения права управления на него, значит, дипломирования по нему. Допустим, для боевого корабля, там, постоянная такая величина, как водоизмещение, тоже ясный компонент. То здесь люди не определяют, можно иметь два человека на борту и еще 12 тонн бетонных плит на него положить. А вот Д-дверь, он включает в себя все, значит, и запасы, и, значит, все, что может это судно поднять. Исходя из, вот, опять-таки, правой парадигмы 12 человек, получился Д-дверь, не превышающий двух тонн. Вот, один из таких, одно из таких понятий. Далее, значит, мы внесли конкретное понятие, что такое коммерческое использование или некоммерческое использование маломерного судна. Для того, чтобы не было противоречивых здесь тоже самое толкование. В данном случае мы всегда рассматриваем объект правоприменения, это только судно, а не организация, которые, значит, или компания, которая применяет суда. То есть, если, значит, суда, значит, ну, к примеру, если сдаются там, вот, гидроциклы сдаются, значит, для катания, значит, то эти гидроциклы все-таки используются в некоммерческих целях, потому что лицо катающееся на этом судне не преследует извлечения прибыли. А вот организация, которая его сдает, нам преследует, но организация это по воде не плавает. Вот. Далее, мы, значит, проработали вопрос по судовым документам. Значит, ну, насколько были внесены эти изменения в Кодекс торгового мореплавания, в Кодекс внутреннего водного транспорта, федеральным законом 36-м, там, значит, было достаточно, ну, не конкретно указано, что должно быть на судах, значит, мы тут конкретизировали. Далее, значит, конкретизировали, что должно быть на неподлежащих регистрациях, потому что вот в нынешнем толкованиях, значит, там нету различий между подлежащих и неподлежащих регистрацией наличия судовых документов. Далее, мы уточнили понятие судового билета. Вот. Пришлось внести ряд уточнений и в другие документы.